Красный борщ – это традиционное блюдо и визитная карточка украинской кухни. Рецептов борща существует очень много, но все же нам стало интересно, сколько в среднем тратят хозяюшки на приготовление классического варианта. Мы отправились на новый рынок и сейчас соберем борщевой набор. Для борща каждой хозяйке нужно купить свеклу, морковь, лук, капусту, картофель, свинину и, по желанию, сметану. Мы начинаем продуктовый рейд с овощного ряда. Самый важный ингредиент – свекла. Обойдется нам в 10-12 гривен за килограмм, в то время как морковь и лук – в 15. Продавцы говорят, овощи в этом году практически не подорожали, цены доступные и ассортимент огромный. Борщевой набор не очень изменился с прошлого года. В основном сейчас подорожали фрукты сильно, картошка осталась, лук остался как был, буряк и морковь как было. Как было это сколько? Ну, была в прошлом году, я даже не помню, 12, сейчас 12-15. Картошка домашняя – 20 гривен, хорошая, безотходная. Фермерская дешевле. Да, что, не поднялось вроде бы ничего. Как было, так и есть. Что капуста, что буряк, что морковка, что лук. Да, все лето такая цена. За молодую капусту хотят от 15 до 18 гривен. Если вы любитель брокколи, то это будет чуть дороже. Ассортимент и ценовая политика картофеля нас поразила – от 10 до 25 гривен. Все зависит от сорта. Советуемся с продавцами и находим именно ту, которая подходит для нашего блюда. Вот это картошка хорошая, пенечка Пикассо, вот есть лимонка на борщ вкусная. Сколько в среднем стоит? 20 гривен. Картошечка домашняя, поэтому она дорогая у нас – 20 гривен. Это в среднем? Это в среднем. Но есть вон маленькая по 15-то. Продавцы жалуются – базара нет. Хоть и цены особо никто не поднимает, оставляя, как в прошлом году, рынок все равно полупустой. Если раньше клиент мог за раз взять как пару килограммов морковки, еще килограмм свеклы и картошки, то теперь о таком покупателе можно только мечтать. По словам торговцев, хорошо, если возьмут 4 картошечки на суп. Это уже радость. Покупателей намного меньше, намного меньше покупают. Немножко. Сегодня почти 4 картошки на супчик. Всего такого еще раньше не было. То есть вот там взять? Да. Две морковинки, один там, бурячок, пару лучков, маленькая капустинка. А цены так более-менее, я вам скажу, как в прошлом году почти. Но людей ноль на всех базарах, просто нет людей. Дальше отправляемся в молочный корпус. Ведь какой же борщ без домашней сметаны. В основном сметану продают в судочках по полкилограмма. Цена 50 гривен. Примечательно, что в этом отделе люди, наверное, забыли о вирусе. И по старой привычке все все пробуют. Ну, есть полкило, есть меньше 400 грамм. Сметанка кушинная, домашняя, 100 гривен килограмм. А вот в мясном павильоне ситуация с соблюдением карантинных норм получше. Все продавцы в перчатках, что не может не радовать. Мясо по-прежнему остается дорогим продуктом, поэтому в среднем за килограмм свинины одесситы должны раскошелиться на 150 гривен. Наборщик 75 гривен. Грудиночка, ребрышка. А мяско средняя цена 150. Очень мало берут. Очень мало. Цена, так как и было уже 10 лет назад, так и осталось. За 130-140 гривен. Ну, это домашняя свинья. Итак, подведем итоги. Свекла 4 гривны за 300 грамм. Морковь 2 гривны 2 штуки. Лук 5 гривен 3 луковицы. Капуста 8 гривен 500 грамм. Картофель 10 гривен за полкилограмма. Свинина 75 гривен 400 500 грамм. Сметана 50 гривен за полкилограмма. В сумме борщевой набора у нас получился на 154 гривны. На первый взгляд, не самая заоблачная сумма. Но тот факт, что количество покупателей на рынках уменьшается, дает не самую приятную пищу для размышлений. Впрочем, это уже совсем другая история.